День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим об адаптивном сайте. О тех правках, которые можно сделать на сайте, для того, чтобы он действительно был отзыв к мобильным устройствам. Итак, на прошлом видео работали в основном с этим моим сайтом, я его на кофейном блоге. И мы говорили о том, что данный шаблон, который называется шоколад, он очень хорошо приспособлен для работы с мобильными устройствами. Проверить это можно очень просто. Вы цепляете край вашего браузера и смотрите, как меняется внешний вид вашего сайта. Вот таким образом, видите, любая ширина браузера показывает, что очень отзывчив к ширине мобильных устройств этот сайт. То есть ничего абсолютно не пропадает, очень хорошо смотрятся и шрифты, и внешний вид. Ну вот, что самое интересное, это если я зайду, например, вот в этот ресурс, он называется проверка оптимизации сайта для мобильных устройств, и введу сюда адрес своего сайта, то при проверке будет показано, что страница данного сайта, хотя она вот здесь достаточно неплохо отображена, да, что она неудобна для мобильных устройств. Рыжий блок у меня показывает здесь зеленую информацию, то есть то, что рыжий блок удобен, а вот этот блок, который очень хорошо смотрится на самих мобильных устройствах, вдруг почему-то показывает вот такую вот информацию. Что здесь не так, мы можем проверить вот таким образом. Опустив вот этот бегунок вниз, вот здесь у нас показано, как исправить ошибки и так далее, да, но нас интересует вот проблема с удобством для мобильных по всему сайту. Мы говорили с вами о том, что мы просматриваем, собственно говоря, отдельные страницы сайта. А теперь вот нам нужно выяснить, какие страницы на этом сайте не соответствуют вот этому требованию. Я выбираю свой сайт кофейный, и вот в этом кофейном сайте я вижу те ошибки, которые здесь у меня показаны. У нас всего три страницы обнаружены, на которых, три страницы показаны, на которых обнаружены проблемы. Показывается это все в веб-аналитике, в веб-мастере Гугла, вот в этой опции удобство просмотра на мобильных устройствах. Теперь посмотрите, вот здесь у меня показано, что контент страницы шире экрана. Я сейчас вот, если кликну вот сюда, то получу вот такую информацию, что по контенту шире экрана у меня вот такая страница, то есть главная страница моего сайта. Я могу перейти на эту страницу, а могу проверить ее, опять же, в том ресурсе, который мы только что с вами смотрели. Вторая, второй момент, на который я могу обратить внимание, это вот, что еще одна страница у меня, как вот рассчитать код года. Вот эта страница у меня точно так же дает такую же информацию, но не очень хорошую. Если я опять ее проверю конкретно, саму страницу, вот на этом ресурсе, то увижу интересный результат, увижу интересный результат, что страница, которая была указана у меня, указана, что она не оптимизирована для мобильных устройств, здесь вдруг показано, что все здесь замечательно, нет никаких проблем. То же самое я могу сделать, если я пройдусь по остальным позициям. Давайте вот эту позицию закроем и уйдем сюда и разберемся, вот здесь интерактивные элементы расположены близко. Я опять выберу вот эту вот страничку, и если я ее проверю здесь, то она так и будет показана у меня, что эта страница, показано, что она будет оптимизирована. То есть я не буду сейчас тратить на это время. Единственная страница, которая действительно у меня плохо оптимизирована, это страница, созданная плагином, продающая страница. Давайте мы сейчас на нее перейдем, я просто вам покажу, что это за страничка. Вот эта вот страничка, эта страничка, естественно, не оптимизированная, она действительно очень плохо просматривается на мобильных устройствах. По всей видимости, эта страница и дает мне результат того, что у меня сам сайт не оценивается положительно в Google Search Console. Если я этот сайт попробую проверить в Яндекс.Вебмастере, наши две поисковые системы, Google Webmaster и Яндекс.Вебмастер, они дают информацию о том, как видит наш сайт данные поисковые системы. Как Google видит, мы сейчас с вами посмотрели, теперь давайте посмотрим, как смотрит Яндекс. В Яндекс.Вебмастере поменялся интерфейс, и посмотрите, у него в инструментах появилась вот такая опция, проверка мобильных страниц. Я выбрала этот сайт, и я проверяю его в Яндексе. В Яндексе у меня дается абсолютно положительный результат, то есть все в порядке. Для того, чтобы убедиться, что вот эта страница, которая была оценена в общей информации Google, как не слишком хорошая страница, я захожу вот сюда опять в Webmaster Яндекса, и вывожу теперь вот этот адрес этой странички сюда, проверяю, и вижу, что и эта страница тоже оценена Яндексом положительно. То есть прежде чем, так сказать, бить колокола, что все у меня плохо, что Google плохо просматривает мой сайт, обязательно более детально проверьте вот эту информацию на этих двух ресурсах. Когда вы действительно сможете сделать вывод, оптимизирована ваша страница, ваш сайт под мобильное устройство или нет. Но все же, если ваш сайт на данный момент расположен на очень старом шаблоне, не отзывчивом шаблоне, сейчас я могу сказать, что все шаблоны WordPress практически, я не смогла, во всяком случае, в последнее время найти таких шаблонов, которые бы были не отзывчивы. Последние все шаблоны. Очень старые шаблоны могут иметь такую верстку, но прежде чем менять или настраивать верстку, переделывать верстку вашего шаблона, в первую очередь оцените, стоит ли, как говорится, овчинка в выделке. Потому что ваш сайт, с которым вы собираетесь работать, имеет определенные расписанные стили CSS и определенную верстку всего своего шаблона. И прежде чем поменять код на вашем сайте, вам нужно очень и очень хорошо и достаточно экспертно оценить все, что написано на вашем сайте. Потому что если сайт создан на сетке, которая такая стабильная сетка, статичная сетка, то вам прежде всего надо оценить эту сетку, выбрать все данные с этой сетки, а потом только уже работать с этим шаблоном. Но если шаблон у вас очень простой, то можно как-то изменить настройки этого шаблона. Но если у вас шаблон заполнен большим количеством красивостей всевозможных, изменим каких-то определенных шрифтов, то у вас страничка, файл в стиле CSS будет настолько большой, что вам придется очень и очень много с этим работать. А работать вы можете только в том случае, если вы очень грамотный специалист. Поэтому, так как мой блог и мое видео обращено именно к начинающим блогерам, то в этом случае обычно начинающий блогер обращается к какому-либо специалисту по изменению вот этой верстки. А эта работа стоит достаточно долго. Поэтому мой вам совет, просто поменяйте шаблон. Здесь в этом нет ничего абсолютно страшного. Но если вы настолько привыкли к своему шаблону и не хотите абсолютно расставаться, то тогда давайте посмотрим, что же на вашем шаблоне должно быть. Первое, что должно быть на вашем шаблоне, обязательно, это мета-строка, так называемая строка Viewport. Вот она, эта мета-строка, вот у кофейного шаблона она вот здесь расписана. Я думаю, вы прекрасно знаете, каким образом надо посмотреть, можно посмотреть код шаблона. То есть вы заходите на свой сайт, правой кнопкой мыши кликаете, и у вас вот здесь внизу появляется такая ссылочка просмотреть код-страницы. Вот этот код-страницы здесь открыт. Обратите внимание на этот мета-тег NameViewport. Здесь должно быть обязательно расписана вот такая информация. Ширина контента, вот она ширина контента, должна быть равна ширине девайса. То есть любого мобильного устройства, на котором будет просматриваться данный шаблон. Вот эта строка должна быть у вас обязательно. Почему? Потому что если вы даже и поменяете какие-то моменты внутри стилей кода CSS, то в любом случае у вас без этой строки ничего не поменяется в вашем шаблоне. Это первое, что должно быть. Второе. Давайте мы с вами зайдем сейчас в наш блог, в консоль блога, и зайдем во внешний вид редактор, в файл в стиле CSS. Вот это стиль CSS моего шаблона, вот этого кофейного блога, который так и называется, шоколад. Это адаптированный шаблон. Адаптированный шаблон должен иметь три основных момента. Первый – это должна быть гибкая сетка вашего шаблона. Вот посмотрите, мы можем с вами в стилях CSS расписать, например, конкретно ширину нашего шаблона. Например, пусть это будет ширина 960 пикселей. В этом случае ваш шаблон будет статичным, и он не будет у вас ориентироваться, приспосабливаться к ширине девайса. Поэтому в вашем шаблоне конкретная ширина должна быть изменена на проценты. Вот в данном случае здесь написано, что ширина самого текста должна быть текст-сайз 100%. Второй момент. Шрифт должен быть точно так же очень гибким. Вот для того, чтобы шрифт был гибким, используются не пиксели, как мы привыкли с вами обозначать все в пиксели, а используется значение M. Вот оно, это значение. Это значение получается при расчете максимальной величины данного шрифта к стандартной величине. Стандартная величина шрифта является 16 пикселей. Вот если у нас H1 имеет определенную величину, вы задали такую определенную величину в размерах стиле CSS, то вы должны получить при делении максимальной величины в пикселях на стандартную 16, вы должны получить какую-то определенную в данном случае величину. И записать ее как 1, вот в данном случае у меня H1, в моем шаблоне это 1,8EM. То есть это получается, что величина в данном случае будет 16 пикселей, умноженной на 1,8. Посмотрите, вот здесь показаны в адаптивном шаблоне расписаны в стилях CSS все заголовки, величина заголовков данного шаблона. Вот здесь, вот в заголовке H6 в этих стилях CSS на его шаблоне расписано, что величина форм-сайз заголовка H6 будет равна 1EM. То есть стандартное величине в данном случае это будет 16 пикселей. Это второй момент, на который надо обратить внимание. И третий момент, это так называемые медиозапросы. Вот они обозначены здесь, медиозапросы. Это медиозапросы, которые помогают делать резиновыми как видео, так и наши с вами изображения. Они будут расписаны в ваших стилях CSS и указанная величина, максимальная величина в данном медиозапросе будет, например, 860 пикселей. Это тоже определенный язык, который нужно знать и который нужно правильно расписать. Как видите, все не так просто, как хотелось бы. В своей статье я давала вам очень такой элементарный, очень стандартный код, который может изменить, вернее сделать простой шаблон адаптивным, действительно очень и очень простой шаблон. Но я еще раз хочу вам сказать, что если вы решили сделать, перевести свой любимый, замечательный, необыкновенный шаблон, к которому вы очень привыкли, но который не является адаптивным, в состоянии адаптивного шаблона, то лучше обратитесь к специалистам. Итак, всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующей встречи.